Клара Гордон Боу 29 июля 1905 года в Бруклине в семье Сары Гордон и Роберта Боу Ее мать, дочь французенки и шотландца, по словам самой Боу, была очень красива Клара была третьим ребенком, обе ее старшие сестры умерли во младенчестве Мать не могла перенести потери и повредилась в уме Так написано в переводной эпиде Вынашивая Клару, она была уверена, что этот ребенок тоже протянет недолго И потому, когда девочка появилась на свет, даже не стала оформлять свидетельства о ее рождении Семья Клара жила в ужасающей бедности в маленькой съемной квартире Ее отец, который все был умственно отсталым, когда все это происходило в семье Тритировал жену и дочь, и морально, и физически Когда Кларе было 15 лет, отец изнасиловал ее В отсутствие Роберта, Сара зарабатывала на жизнь проституцию Она водила клиента домой и пока обслужила их в спальне Запирала маленькую Клару в платяном шкафу Мать Клары страдала эпилепсией Клара часто становилась свидетельницей припадков мать Росла сорванцом По ее собственному признанию, она дружила только с мальчишками Никогда не играла в куклы и чувствовала себя стесненно в присутствии других девочек Еще в детстве Клару влеглась в кино Она боготворила Мэри Пикфорд И была влюблена в киноактеры Уоллеса Рида Которую могла видеть в знаменитом историческом фильме тех лет Рождение нации Гриффи В 1921 году, когда Кларе было 16 лет Она решила принять участие в конкурсе «Слава и счастье» Главным призом которого была небольшая роль в фильме «Дальше Радуги» Для участия нужно было представить две фотографии Клара уговорила отца отдать ей доллар И отправилась в местную дешевую автостудию Снимки, по его мнению, вышли ужасно Но тем не менее, вскоре она получила письмо Приглашением явиться на кон Ее внешность и ярко-рыжие волосы Произвели впечатление на членов жюри И они присудили Кларе победу В 1922 году она снялась в фильме «Дальше Радуги» Это был ее дебют в кино Однако, разочарования Боуэпизода с ее участием Были вырезаны при монтаже И увидели свет только спустя год Когда была выпущена полная версия фильма Когда мать Боуэ узнала, что дочь собирается стать актрисой Она устроила скандал Заявив, что актерство сродни проституции И что она предпочитает увидеть дочь в гробу, нежели на экране Позже, после второго фильма Клары Сара едва не убила ее Однажды ночью Клара проснулась И увидела, что мать стоит возле ее кровати С ножом для рубки мяса В результате этого инцидента Боу до конца жизни страдал от бессонниц На Боуа обратили внимание после ее второго фильма Мелодрамы о китобое Он назывался «По морю на кораблях» В 1922 году Ее карьера постепенно пошла в гору Хотя актриса не покидала чувство вины За то, что она пошла наперекор воли матери Во время съемок в картине «Враги женщин» В 1923 году актриса узнала, что ее мать умерла И, полагая, что виновата в ее смерти, тяжело перенесла эту потерю Боу пригласили на пробы и оплатили проезд до Голливуда Она встретилась с главой кинокомпании Шульбергом И он заключил с актрисой контракт Их совместная работа началась с мелодрамы О разлученных влюбленных под названием «Майские дни» В 1923 году На протяжении последующих двух лет Клара снялась в 23 картинах В то время она получала не более 750 долларов в неделю Но, тем не менее, как только у нее стали водиться деньги Она перевезла Голливуд своего отца Он много пил и часто ставил ее в неловкое положение Заявляясь пьяным на съемочную площадку к дочери Шульберг часто одалживал актрису другим кинокомпаниям Такая аренда была довольно прибыльна для него Постепенно Боу завоевала любовь зрителей В 1924 году она вошла в число подающих надежды молодых актрис И получила награду Тогда же сформировалась ее актерское амплуа В основном Боу играла строптивых, сексуально привлекательных кокеток Наделенных независимым нравом и упрямым характером Ее героини в погоне за богатством С легкостью разбивали мужские сердца Но в итоге всегда выбирали любовь, а не идеи В то время она всегда находилась в центре внимания Не только благодаря успеху на киноэкране Но и за свое вызывающее его поведение и бурных романов Поведение актрисы испортило ее репутацию И несмотря на то, что она была по-прежнему востребована как актриса Голливудское общество отвернулось от нее Боу И стали приглашать на приемы и вечеринки Из-за опасения, что она совершит какой-нибудь неприглядный поступок Начиная с 1928 года карьера Боу постепенно пошла на спад В 1929 состоялся ее дебют в звуковом кино В комедии «Дикая вечеринка» Где Боу исполнила привычную роль легкомысленной красоты Подобно многим другим актрисам немого кино Она с трудом осуществляла переход с звуковым фильмом Так как привыкла к игре посредством выразительной пантомии Положение окончательно пошатнулось после скандала с ее личным секретарем Дэйзи Дэво Которую Боу наняла, чтобы та занималась ее счетами Присяжные признали Дэво виновной в денежных махинациях Откровение Дэво, которое живописало на суде скандальные подробности личной жизни актрисы Привели к полному краху ее карьеры Летом 1131 года студия разорвала контракт с Боу В том же году 25-летняя актриса вышла замуж за Рекса Белла И ударилась за принадлежащие его раньше в него В середине 20-х годов, рожеволосая, с накрашенным бантиком губами Актриса была признана секс-символом Голливуда Она скандально прославилась своими свободными нравами И многочисленными романами с коллегами по цеху Известно, что в числе ее любовников были актеры Гэри Купер, Гилберт Ролланд, Белла Лугоши, режиссер Виктор Флит Она не скрывала своих похождения, что было довольно рискованно для тех лет Могла, прилюдно и стесняясь в выражениях, обсуждать своих любовь Вышла замуж за актера Рекса Белла После двухлетнего романа пара поженилась В 1931 году в Лас-Вегасе В 1934 году у Боу Белла родился сын В 1938 году в 1949 году у Боу диагностировали шизофрению Лечение, в том числе с помощью шоковой терапии, не принесло результатов И вскоре актрису положили в психиатрическую лечебницу В последующие 16 лет, поселившись отдельно от мужа Она вела очень уединенный образ жизни И редко выходила из своего дома в Лос-Анджелес Умерла от сердечного приступа 27 сентября 1965 года в возрасте 60 лет Вот так вкратце о американской актрисе, звезде немого кино и секс-символе 1920-х годов Клара Гордон-Боу Только пока до свидания, смотрим фотографии Субтитры создавал DimaTorzok